Информационные сливы в Телеграм, хейт в Твиттере, противостояние блогеров в Фейсбуке. Главные события в стране и в мире в обзоре социальных сетей. Это первый пост и Ксения Каста. Ксения Каста. То, как строить отношения на камеру, перейдут в реалити собственной жизни. Понимаете, это же какой-то кайф. Дом-2 это как питомник уродов. И вдруг его не стало. Фарс превращается в трагедию, когда речь идет о душах детей, пропавших. Только за первый квартал 2020 года в России без вести пропали 3629 детей. Экстренным службам удалось обнаружить 3576 из них, что составляет почти 99%. Была бы эта цифра столь положительной, если бы не помощь волонтеров и общественных организаций по поиску пропавших детей. Поэтому эту практику нужно проводить везде. Ее нужно ввести на уровне Министерства образования и регулярно в школах преподавать этот предмет, чтобы дети и родители совместно понимали, каким образом в данных ситуациях и случаях им поступать. Представитель поискового движения России Ильдар Бигбаев считает, что в поиске пропавших детей могут помочь GPS-маячки, вшитые в ранцы и сумки. Функцию маячка уже выполняет смартфон у ребенка. Добавит ли безопасности чип, вшитый в рюкзак? Дистанция – главное слово года 20-го. И, пожалуй, год 21-й не станет исключением. Школьников, студентов и преподавателей разделил вирус. На большой пресс-конференции Владимир Путин пообещал до конца 21-го года всем школам без исключения скоростной интернет. Но передачу знаний от человека к человеку даже скоростной интернет от президента не обеспечит. Это же вынужденная мера. Но весь прогресс идет от войны, от болезней, от голода. На сытую голову никто ничего не делает. Поэтому вот эта болезнь страшная заставляет нас искать формы обучения, чтобы не было коллектива, не было возможности вызвать дополнительные заболевания. Учение свет, а не ученых родителей – тьма. Телеграм-канал «Бойлерная» оценил идею апгрейдить родителей за счет материнского капитала. Материнский капитал можно не только проесть, но и вложить в будущее. Происходит следующее. Допустим, пришла семья, взяла там организации, ипотеку оформили. У них родился через год ребенок. Они приходят в материнский капитал. Они говорят, а мы не можем вам выдать. Этим законом мы урегулируем это, и материнский капитал теперь могут использовать так, как и военная ипотека, и те организации, которые будут проконтролировать Центробанку России. Закрытие «Дома-2» и вшитые в портфель датчики – все это про безопасность детей. В лесу и у телевизора риск пропасть почти одинаковый. Это был «Первый пост». До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова